Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии председатель комиссии по транспорту Думы Ангарского городского округа, генеральный директор автоколонны 1948 Сергей Валерьевич Шарков. И говорить мы будем опять об автобусах. Сергей Валерьевич, о работе нашего пассажирского автотранспорта приходится сегодня в Ангарске слышать много хорошего. Надо констатировать, что ситуация изменилась и больше стала позитива, нежели было еще 3-5 лет назад. Людям нравится элегантный внешний вид автобусов, нравится чистота в салонах, нравится информационное табло, которое практически в каждом автобусе, голосовой информатор, удобная система оплаты, электронной оплаты в автобусе, ну и так далее. Можно много перечислять, что сделано положительного за последние годы в транспорте. И все-таки иногда поступает информация о том, что тяжело уехать после 9 часов вечера. Автобусы вдруг испаряются, исчезают, или слишком большие интервалы, и легче вызвать такси куда-нибудь, откуда-то добраться домой, нежели дождаться автобусов. Вот в связи с этим вопрос, как решается эта проблема, и будет ли она вообще когда-нибудь решена? Ну, я, Анатолий Алексеевич, хотел бы заметить, что эта проблема существует не только в нашем городе, а практически в стране в целом. В Иркутской области это 100%. Она не решается по нескольким причинам. Ну, тяжело решаемая, и я подойду в следующем, как мы ее собираемся решать. Не решается она, почему после 9-ти, вы задали, нету автобусов? Так как есть норма труда рабочего времени водителя. Он начинает 6-ти работу, и с учетом обедов и отдыхов, то практически все автобусы уходят в базу. Практически уже полдесятого очень сложно в городе человеку уехать. А жизнь самого человека, наоборот, вступает в фазу, когда нужно поставить личные автомобили в ГСК, когда нужно вернуться с гостей или куда-то добраться на какую-то работу внутри города, которая существует там, не в район комбината. Это первая проблема, это нормы труда рабочего времени водителя. Вторая проблема, это, конечно, экономическая, это глубоко убыточные рейсы, которые нужно датировать. Они не приносят прибыли, так как километраж... В вечернее время. В вечернее время, так как, ну, это можно пример магазина провести. Автобус, если взять как магазин, то в магазин зайдет или 300 человек, ну, это возьмем час пик, или зайдет 3 человека. Но этим трем человекам в нормальном, современном городе, с комфортной средой, они тоже должны уехать. И, конечно, я бы это связывал больше с такой ситуацией, как железнодорожный вокзал. К нам приходят, начинается сейчас осень, это студенты, это вечерняя учеба, вечерняя работа в Иркутске. И у нас приходят электрички вечерние, поезда. И в Ангарске, конечно, это практически невозможно уехать с ЖД вокзала. Это нужно иметь большой рубль в кармане, чтобы уехать на таксиста, у тебя еще багаж. А если ты каждый день ездишь на учебу, то это становится такой экономической тяжелой составляющей, особенно для студента. Поэтому это вторая составляющая вот этого вопроса. Наверное, я на них остановлюсь, это основные вещи. Сергею Анатольевичу Петрову, мэром нашего Ангарского городского округа, сразу в первые дни своей работы была поставлена задача транспортникам совместной работой с администрацией решить эту проблему в Ангарском городском округе. И даны все рычаги и полномочия транспортникам в содействии всех структур администрации совместно включиться в эту работу и ее решить. Решить ее, конечно, можно было и, как называется, для галочки взять и просто транспортникам найти смену, которая работает с 9 до 12 вечера, например. Но это, конечно, очень затратная часть, так как за 3 часа работы, естественно, никто и работать не пойдет на такую работу. Это будет очень маленькая заработная плата. Естественно, придется платить по полной ставке. И пассажиров он привезет, не так много, чтобы купить рейс. Но даже если бы это состоялось, то тот автобус, который идет по маршруту в вечернее время с 9 до 12, их не может быть много, так как они много автобусов, когда у нас часы пика, вечером это один-два автобуса на маршруте. И встреча пассажира с автобусом на конкретной остановке, она практически равняется нулю, так как, выйдя мы с вами на остановке в городе, например, в 10.30 с гаража мы с вами поставим машину, выйдем, мы не понимаем, то ли автобус еще не пришел к этой остановке, то ли он уже прошел, мы не знаем, но он где-то идет. И поэтому они, это очень слабая случайность, встреча этих людей и решение этой задачи тогда. Для галочки можно, мы продлили транспорт до вечера. И не работает. Поэтому пошли другим путем. Транспортниками было закуплено программное обеспечение, серьезное, доработано нашими специалистами здесь. И с 1 октября мы совместно с администрацией хотим внедрить этот электронный комплекс для наших ограничен. И с 1 октября запустить ночные автобусы, вечерние, наверное, такие больше вечерние автобусы, привязанным в первую очередь к нашим электропоездам и расписанию РЖД. Что начальный пункт будет привязан туда. И, естественно, из города к ним. Поэтому эта логистика уже отработана. Комплекс поставлен электронный. И в течение августа он тестировался. К такому шагу мы уже подошли за год работы после постановки задачи нам, мэром. Ну что, это интересное и правильное решение. Но возникает вопрос. А какие маршруты, все-таки, кроме вокзального, будут работать допоздна? Во-первых, я хотел бы заострить внимание, как это будет работать. И какие маршруты. Естественно, что вечером у нас есть в Ангарске, он расположен, у нас есть Коминтерна, есть Ленинградский, есть Декабристов. Где решаются задачи практически всех микрорайонов. Поэтому будет рассматриваться только из этой логики. Есть ЖД вокзал, есть квартал, конечная точка. Поэтому сегодня схема маршрутов рассматривается, которые будут запущены именно там. Как будет работать? У нас программный комплекс позволяет каждому потребителю услуги общественного транспорта, пассажиру, установить свой смартфон или на компьютер дома. Программное обеспечение, которое устанавливается в течение пяти минут. Оно бесплатное. называется «Go to bus». По-английски и по-русски это «Идем на автобус». Что мы там видим? Давайте я простую ситуацию на примере. Мы с вами задержались в районе администрации, вечером засиделись, и нам нужно от музея часов поехать в 22-й микрорайон. Уже полодиннадцатого, мы понимаем, что где-то ходит вечерний автобус. Мы заходим в смартфон и видим, забиваем пункт, куда нам нужно уехать. Сразу же нам показывает программа, какие маршруты пройдут через остановку музея часов до 22-го микрорайона. Далее. Программа показывает, какой подойдет автобус через три минуты, который через пять, который через десять. Или последующее время, когда мы можем еще задержаться и выйти на конкретную остановку в конкретное время. Что это позволяет? Это значит, у нас более полугода очень холодно. Мы не будем с вами мерзнуть на остановке. В зимнее время мы выйдем, за минуту раньше, чем подойдет автобус, сядем и уедем. Транспортники получат пассажира, пассажиры получат транспорт. Если их будет работать, например, всего два или три на маршруте, то мы будем, выходя из гаража, с работы со знакомых, четко выходить на свою остановку, видя, зная ситуацию, когда он будет на конкретной остановке. Это первое решение вопроса. По маршрутам я объяснил, что они будут разработаны именно в такой... И мы проинформируем население, какие конкретно они будут до первого октября и как это будет работать программа. Но мы продумали вариант, если вдруг у вас нет смартфона и нет компьютера, как решать эту ситуацию? Открывается транспортник... Хорошо. А если и есть, вот этот электронный сервис, он доступен любому владельцу сотового телефона? Любому. Я его установил себе за одну минуту. Нажимаешь, go to bus, загрузить. Программа устанавливается, и она уже в вашем телефоне. Открываешь любой город, который тебе нужен, город Ангарск, там вся маршрутная сеть, все видны автобусы, все маршруты, все схемы. И даже нажимая на каждый автобус пальцем, вы видите номер автобуса, фамилию водителя, организации. Это мы продумали для того, если вдруг потребитель этой услуги забыл кошелек, сумку, ключи в автобусе, он может четко, или какой-то инцидент произошел спорный, который нужно дальше констатировать, то с этой программой она имеет и память вчерашних дней, и сегодняшних. Мы будем четко понимать, кто провез, кого провез, и когда провез. Хорошо, Сергей Валерьевич, а каким образом вот эта система, электронная система, или оператор этой системы, так будут знать точное время прибытия автобуса? Ведь в пути возможно все. Это же не определенный график, который расписал точное прибытие на каждой остановке, автобуса. Я так понимаю, да? То есть следит система за его движением, которая сообщает точное время, когда он будет припаркован на той или иной остановке. Как это все будет распознаваться? Что для этого сделано? Каждый автобус оснащен системой GPS. И эта программа завязана на расписании утвержденном администрации, который должен выполнять водитель и каждый автобус на какой остановке, когда быть, когда выезжать, когда закончить свой рейс. И программа работает в режиме онлайн. Приведу ситуацию. Человек, ему нужно, например, уехать на девятом маршруте с 95-го квартала. И он вышел на остановку и на работе быть в 8.05. Он вышел на... Знаешь, что думает, но автобус может сломаться, может не выйти водитель, заболеть. Если интервал маршрута, вот такие маршруты, как 28-й, где интервал между автобусами 20 минут, если автобус ломается в расписании, значит между действием еще становится 40 минут. И человек может простоять на остановке, не дождавшись, постоянно ожидая, что вот-вот он подойдет, он опознает на работу, замерзнет на остановке. Поэтому все в режиме онлайн. Открывая программу, он видит прямо в программе, где едет автобус, что вот он уже проезжает, например, у нас стадион Ангара. И он, выходя из дома, может посмотреть заранее ситуацию, что автобуса нет, он сломался, его нет на линии, и выйти на 15 минут позже или на 10 и сесть на следующий автобус, не стоя, не ожидая автобусной остановки. И это очень сильно касается, это ситуация наших межмуниципальных маршрутов, как Саватеев, Камигет, Одинск, где интервал движения очень большой, особенно сейчас зимой будет. И поехав на свою дачу зимой покормить собаку или посмотреть хозяйство свое, обратно уехав на том же Саватеевском автобусе, вы должны четко понимать, а во сколько мне выйти на остановку, чтобы я не ждал, сел и уехал. Поэтому это дает возможность, эта программа в режиме онлайн в виде автобус, она показывает вам, где он, и показывает опоздание, или он опережает график. Все это отражается в программе. Но вдруг вы не имеете связи телефонной, не имеете компьютера или телефона, транспортники создают колл-центр. Колл-центр это телефонный центр, который также будут работать, эти специалисты, которые будут отвечать на звонки наших потребителей, это пассажиров, и работать с этой программой. Вы можете позвонить в колл-центр и получить любую информацию по каждой остановке, по каждому автобусу, по наличию его. Особенно это будет важно в вечернее время и в утреннее время. Поэтому мы попытались решить задачу стопроцентно, чтобы это не было, как говорили для галочки, что если услуга появляется в городе Ангарске в вечерних рейсах, то она была стопроцентно досягаема до потребителя. Ну вот позвонив в колл-центр, я могу в частности поинтересоваться, а сколько автобусов в настоящий момент на этом маршруте? Конечно. С тем, чтобы сориентироваться. Мне стоит... Это показывает программа раз. Если у вас нет, это вам скажет оператор. И он скажет... Программа показывает еще другую картину. Не только ваш маршрут, а атернативные маршруты, которые проходят через эту остановку и сразу показывают их расписание, что, например, через эту же остановку пройдет 11-й, 15-15, пройдет 20-й маршрут, 15-30. И программа дает вам выбор, что вы можете уехать на атернативе. Если вы не местный человек, в колл-центре вам подскажут, что сегодня автобус сломался, вы можете сесть на автобус номер 7 и доехать до такой-то остановки, и требуем вам дойти 100 метров. Вас будет полностью пассажира вести специалист колл-центра. Понятно. Хорошо. Мы говорим об автобусах. А трамвай? Он тоже будет в системе наблюдения? Да. Трамвай в этой программе, которую мы установили, там все виды транспорта. Например, город Иркутск имеет и троллейбус. Нажимая на автобус, ты получаешь автобусные маршруты, автобусное расписание и автобусы. Нажимая на трамвай, вы получаете трамвайное расписание, трамвайные все задачи. Поэтому, естественно, что автобус, что трамвай, они работают только для пассажиров. И программа эта, она помогает связать пассажира и транспорт. Так же, как трамвай у нас. Вот трамвай даже более актуально. Потому что трамвай, многие как вид транспорта в Ангарске очень нравятся, как тихий, спокойный, менее наполненный людьми. Но он ходит редко. В связи с своей экономической ситуацией. Поэтому, если ты выбрал для себя трамвай и имея такую программу, ты можешь четко понимать, выйди на остановку свою, где будет трамвай, и ты прям попадешь, сядешь и поедешь на трамвае. Так же программа показывает, сколько времени потратить трамвай для нужной вам остановки. Вы можете рассчитать свое время. Это все этот программный комплекс высчитывает из системы GPS и расписание все, что туда заложено. Он, я могу сказать, что это единственный пока в таком качестве комплекс во всей России. Хорошо. В смартфоне у меня все есть. Я доволен. Пользуюсь в Ангарске. Но вдруг приезжаю в Иркутск. Достаю смартфон. Я могу там извлечь нечто подобное, что в Ангарске? Если администрация Иркутска оснастит весь транспорт системой GPS, что требуется по федеральному законодательству, и подключит к тому расписанию и поставит этот комплекс, который им задан, то, естественно, приезжая в Иркутск, для областного центра эта программа даже важнее, мое мнение, так как там очень много приезжих, которые, вот представьте, я даже себя ставлю, я приехал на ЖД вокзал, вот посчитал, что на автобусе очень долго по пробкам ехать, сел на электричку, быстро добрался до ЖД вокзала, спектр маршрутов, мне нужно в Академгородок. На каком маршруте уехать? На трамвае, на троллейбусе или на автобусном? Какой ближе? Конечно, для Иркутска эта программа, она очень актуальна. Нажал, там есть кнопка оптимизация. Тебе программа сразу оптимизирует и выдаст оптимальный маршрут, что на трамвае вот на этом садитесь, на автобус вот на такой-то маршрут, и он подойдет через столько-то, а вот этот на эту остановку подойдет через столько-то. Решается за одну секунду. И я знаю, что уже департамент транспорта Иркутска, услышав о такой программе у нас, очень сильно хотел бы видеть ее у себя. Я думаю, что это получит большое развитие по Иркутской области как минимум, так как это решает такую насущную задачу в темное время суток. У нас в Ангарске стоит 180 тысяч автомобилей на учете, значит, люди их стоят в гараже. А такие ситуации, как Майс в гараже, как уехать? Если будет вечерний рейс, ты можешь свою постановку в гараж спроектировать под данное действие, не тратясь на такси и более экономично решая свои проблемы. И мы получим, как современный молодой город, комфортную среду, по крайней мере, в этом виде деятельности, как общественный транспорт. Это очень важно. Понятно. Хорошо. А сколько операторов будет отвечать на звонки? И до какого времени будет работать эта справочная служба? Всегда ли я, позвонив туда, могу получить ответ? Анатолий Алексеевич, вы всегда, как профессионал, задаете вопросы в корень. Это не мои вопросы, это вопросы пассажиров. Они так или иначе будут эти вопросы задавать. Вы со стороны пассажира не присутствуете, наверное, на данном вопросе. Вот смотрите, хотелось тут сделать качественно. и понимание, и отвлек от наших потребителей транспортной услуги. Мы хотели бы начать, постепенно поняв объем за ямах. Мы его сегодня не предполагаем, не понимаем. У нас с 1 октября предполагается два оператора, которые будут работать только на вечерние рейсы. Потому что это основная нерешенная задача, с чего мы начали в городе Ангарске. Все-таки днем автобусы ходят, уже все привыкли как-то к какому-то расписанию, можно уехать. Если, конечно, задача, когда днем в городе ломается, когда происходят аварии, а иногда, когда гололед начинается, по 7-10 аварий в день. И транспорт, значит, уже ушел с линии. Но вечернее время мы сделаем первое. Это с 8 вечера до 12 ночи. И плавно будем увеличивать по мере понимания объема поставленных задач колл-центру, будем его расширять совместно. И, конечно, хотелось бы и доброты, и понимания наших потребителей, чтобы это было позитивно. То, что мы работаем для вас, решаем эту задачу, это сугубо затратная составляющая, она дохода не приносит, но хочется, чтобы все получили качественные услуги. И поэтому мы будем подстраиваться. Потребуется 5 операторов, будет работать 5. Но сегодня мы начинаем с двух операционных министов. Понятно. Ну что, я в заключении хочу констатировать, что в администрации Ангарского городского округа созрела одна из очередных интересных идей, которая, безусловно, будет направлена на повышение, на улучшение, вернее, пассажиропотока, на улучшение движения транспортных средств в Ангарске. И, конечно, улучшение сервиса по обслуживанию пассажиров, которым вы много лет уже занимаетесь. И в ваш адрес хочу сказать, что вот мы уже несколько лет с вами тот или иной проект обсуждаем, здесь начинаем его обсуждение, а потом телекомпания Акти следит, конечно, за реализацией этих проектов. И я хочу констатировать, что все они практически выполнены, либо выполняются и по настоящее время. Вот это говорит о том, что Сергей Валерьевич Шарков человек, который не бросает слов на ветер, который делает дело свое и знает, как его делать. Поэтому я благодарен вам в этом вопросе, что называется, безмерно, и готов сопровождать этот проект, безусловно, идеологически, визуально, показывать его на экране и, безусловно, участвовать в развитии этого проекта, поскольку я еще ведь являюсь и представителем общественной палаты Ангарского городского округа. Поэтому спасибо вам большое за то дело, которое вы делаете, и успехов вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин